Привет, YouTube! Решаем задачу номер 1776 из сборника Едемидовича. Найти интеграл dx, делённую на корень из 1 плюс e в степени x. Первая идея, e в степени x обозначить за t. Это действительно приведёт к решению. Более оптимальная замена 1 плюс e в степени x сразу же обозначить за t. Но есть ещё более рациональный способ решения. Давайте перед тем, как сделать замену, умножим числитель и знаменатель на e в степени x. Получается e в степени x dx разделить на e в степени x на корень из 1 плюс e в степени x. Равно. И вот теперь уже видна замена. Можно весь корень из 1 плюс e в степени x обозначить за t. t равно корень из 1 плюс e в степени x. Тогда dt равно e в степени x dx разделить на 2 корня из 1 плюс e в степени x. Итак, что мы тогда видим? Мы видим, что у нас интеграл e в степени x dx, делённая на корень из 1 плюс e в степени x. Это не что иное, как 2 dt. А в знаменателе у нас остаётся e в степени x. Но e в степени x несложно выразить. Это t квадрат минус 1. Так, ну а это уже табличный интеграл. Получается 2 умножить на 1 вторую. Высокий логарифм. Модуль t минус 1, делённая на t плюс 1. Плюс константа. Двойки сокращаются. Остаётся сделать обратную замену. Получается логарифм модуля. t это у нас корень из 1 плюс e в степени x минус 1. Разделить на корень из 1 плюс e в степени x плюс 1. Плюс константа. Сразу обратим внимание на то, что модуль можно опустить. Здесь выражение, стоящее под модулем, строго больше нуля. Поэтому ставим здесь скобочки. Так, и ещё немножко упростим выражение. Умножим числитель и знаменатель на выражение сопряжённое к числителю. Получается логарифм. 1 плюс e в степени x минус 1. Разделить на корень из 1 плюс e в степени x плюс 1. И всё это в квадрате. Плюс константа. Итак, что мы видим? А мы видим, что у нас 1 с плюсом, 1 с минусом взаимно уничтожаются. Остаётся e в степени x. Логарифм частного запишем как разность логарифмов. А логарифм e в степени x это просто x. Поэтому получается x минус, ну и двойку тут тоже можно записать как множитель. 2 логарифм, единица плюс корень из единицы плюс e в степени x. Плюс константа. Это и есть ответ на данную задачу. Если остались вопросы, задавайте в комментариях. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, добавляйтесь в друзья в соцсетях, присоединяйтесь к телеграм-каналу, и конечно обращайтесь за решением ваших задач.